Здравствуйте! С вами Дмитрий Трофимов и сегодня мы продолжаем тему конфликтов, а именно тема называется «Почему не нужно отшучиваться, когда над вами злостно шутят?» Как бы странно это ни звучало, да? Или «Почему не нужно отшучиваться, либо там хихикать, когда вам неприятно, что про вас сказали?» Ну, сказали там в стиле какого-то стеба, да? Почему не нужно отшучиваться, если как-то вас критикуют, да? И критика идет такая, ну, тоже в такой легкой форме, знаете, что как будто бы они шутят. То есть мы будем говорить сегодня с вами об этом. Но перед этим я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал, подписались на мой канал, поставили лайк и чтобы еще написали комментарии, может быть, какие-то вопросы вы хотели бы задать именно по теме конфликтов, потому что я ваши вопросы смотрю и разбираю, и, скорее всего, ваши вопросы по теме конфликтов будут появляться на моем канале, а именно ответы на ваши вопросы. Окей, начинаем. Почему не стоит отшучиваться в ответ? Допустим, вы сели с другом и у вас там немножко мятая рубашка, да? Вот вы сели с другом в кафе, может быть, это ваша подруга, а может быть, это, не знаю, может быть, это коллега по работе, и вы о чем-то общаетесь. И вот друг вам говорит, у тебя такая мятая рубашка, ты что, бомж, что ли? Или что, ты не можешь сам себе погладить рубашку, ты что, маленький ребенок, ха-ха? И смеется, да? Ну, как будто бы шутка, как будто бы так постебал бы, да? Но вам неприятно. Вам вот здесь внутри неприятно, что над вами так пошутили. И что вы делаете в этот момент? Вы хотите показаться добрым, дружелюбным, хорошим, воспитанным, да? Таким хорошим парнем или хорошей девушкой. И что вы делаете в ответ? Вы такие, ха-ха-ха, смеетесь. Может быть, даже добавляете, да, я бомж, ха-ха-ха. А внутри, а внутри вам неприятно. Когда вы так посмеялись, вы дали ему зеленый свет, да? Вот так, если бы здесь был у меня флажок, я бы этим флажком бы зеленый бы здесь сейчас помахал. Вы ему сказали, дорогой Михаил, твоя шутка мне понравилась. Или твоя шутка никаким образом на меня не повлияла. Либо твоя шутка, может быть, и повлияла, но я разрешаю тебе дальше меня стебать. Или я разрешаю делать мне неприятно. Продолжай. То есть, когда вы себя ведете дружелюбно, хихикаете, но при этом вам внутри неприятно, вы ему все равно просигналили. Продолжай. И все хорошо. И он будет продолжать. То есть, если вы смеетесь в ответ, хихикаете и никак не реагируете, то для него это будет нормально. Вы не показали ему свои границы, и он будет считать, что это нормально, что с вами можно так общаться. То есть, например, говорить, что у вас что-то мятое постоянно, да? Что у вас в носу какая-то козюля, что вы выглядите как бомб, что вы какой-то неудачник и так далее, и так далее. Второе, когда вы ему так сигналите своими хихиканьками или каким-то другой реакцией, что все хорошо. Второе, что у него в голове происходит, это последствия, которые вас ждут. Он еще больше вас будет стебать. То есть, это только начало. Сначала он сделал один кусочек, укусил у вас, но в следующий раз, когда вы с ним встретитесь, это уже будет два раза. А вы все так же будете, а внутри неприятно. Он второй раз укусит вас, потом третий укусит. То есть, это будет продолжаться, это будет увеличиваться. Вы не показываете границы, и этого становится больше, потому что для него это уже приходит в норму, которая будет увеличиваться. Но это еще не все. Следующие последствия, которые вас ждут, если вы будете отшучиваться, отхихикываться, это он начнет делать при других людях. Допустим, вы уже встретились с друзьями, это тоже друг, и у вас есть общая какая-то банда. Может быть, это опять же родственники, может быть, это коллеги, коллег больше. И на каком-то этом мероприятии, и он начнет это делать уже перед другими людьми. Он будет вас стебать перед другими людьми, вам будет все так же неприятно. Но самое главное, что эти люди будут смеяться над его шутками, которые он применяет на вас. И вы все так же будете, опять же, да, отшучиваться или там хихикать, но вам становится еще неприятнее, потому что другие люди в этот момент смеются. Но это еще не все, ребят. Самое катастрофическое в этом, что другие люди подумают, «Ага, если он так может сделать, его друг так может делать, значит, мы тоже так можем». И кто-то из этих людей будет делать над вами то же самое. И может быть, у вас будет уже какая-то кликуха, может быть, как-то уже будут над вами шутить более злобно. Ну, то есть, появятся еще люди, которые будут себе это позволять делать. Начал. Один продолжит больше. А что вы делаете в ответ? «Ой, ты такой смешной!» А внутри все так же неприятно. И последнее. Когда он так будет злобно шутить, в какой-то момент он может увлечься, и это уже будут не шутки. Он действительно может вас атаковать более злостно, более агрессивно. И в любой момент, когда он видит, что вы уже обижаетесь, что он какую-то струнку у вас задел, он будет говорить, что это шутка. То есть, он уже переходит на следующий этап, когда агрессивно начинает вас атаковать. Это токсичный человек, но он всегда может сказать, «Я просто пошутил, я просто пошутил». И еще интересный нюанс. Если вы будете все-таки уже в конце, вот вы все это время отшучивались, да, хихикали, а прошло какое-то большое время, он уже привык к этому, и все-таки вы решили теперь дать ему бой, решили показать свои границы. И когда вы начнете защищать себя, он подумает, что вы какой-то не такой, что с вами что-то не так. Он просто шутит, он просто разговаривает с вами, а вы обижаетесь, вы какой-то обиженка. То есть, он просто с вами шутил все это время, он с вами шутил, и ничего такого не было. А тут вы изменились и реагируете на какую-то эту рубашку мятую. Что это вы какой-то никакой странный, а он нормальный. Произошла инверсия. А знаете, почему произошла инверсия? Потому что это ваша ответственность. Потому что вы в самом начале не показали свои границы, он уже к этому привык. И теперь, когда вы пытаетесь себя защитить, он думает, что это вы какой-то самошедший, может быть, даже это вы токсичный, потому что постоянно его пытаетесь остановить с этими шутками, агрессивничаете как-то, и какой-то вообще странный, ненормальный, и вообще я пошел с тобой, разговаривать я не буду. Но кто-то скажет, ну и ладно, по делам пусть он уходит. Но, ребят, этого злого, токсичного человека создали именно вы. Потому что этот же человек с другим человеком ведет себя не так. Потому что тот не позволил говорить что-то о рубашке. Он не хихикал в ответ. Он не говорил, да ладно, да. Он один раз сказал, и тот перестал это делать. И они дальше продолжают дружить, общаться, и все у них хорошо. Либо они очень хорошо работают, работают как коллеги и так далее. То есть дело в вас. Вы потеряли этого человека. Не потому что он токсичный, еще раз повторяюсь, а потому что вы позволили, вы фактически создали образ негативного человека. Вы создали тем, что вы не защитили свои границы. И что же нужно делать? Ребят, если вам неприятно, шутка, которую вам говорят, если вам неприятно, когда вас тибут, вот неприятно внутри, вам не нужно отхихикываться, не нужно отшучиваться, и не нужно стараться быть славным парнем или славной девушкой. Ваша задача – показать свои зубки, свои границы показать. Это самое главное. Как это сделать? Уже есть две техники на моем канале. Можете начать с них. Можете записаться ко мне на практику по конфликтам. Там больше техник, больше наработок, там прокачка сильной реальности, там вы идете под моим наблюдением, можно прокачиваться там. Но самое главное, самая главная мысль, которую я сейчас до вас доношу, это защищайте себя. Не позволяйте, чтобы люди атаковали вас или что-то делали в этом направлении. Ну и на сегодня все. И я напоминаю, у меня есть Телеграм-канал, там идут горячие дискуссии по теме саморазвития. Заходите туда на огонек. У меня есть ВКонтакте страница, у меня есть Фейсбук, у меня есть паблик, у меня есть Инстаграм, у меня еще есть. Я думаю, что стоит туда зайти, посмотреть, там есть то, что нету здесь, на моем канале Ютуб. И пока-пока. Защищайте свои границы. Люблю-люб. 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 Люблю вас. Люблю вас. Люблю вас. Защищайте свои границы. Защищайте свои границы. Защищайте. Защищайте свои. Защищайте свои границы.